DLC Биотех подарила нам целый ряд новых полноценных игровых рас, которые сейчас называются ксенотипами. Вся дело в том, что это в общем-то те же самые люди, просто видоизмененные под определенные задачи. Сегодня у нас в меню импиды. Перевести я их вообще не знаю как, можно их просто бесятами, бесами, чертятами называть. Я предполагаю, что переводить это никак не будут, а ставят импидами, в крайнем случае их можно назвать бесами. Сегодня ты узнаешь, чем они отличаются от всех остальных сенотипов, что у них там такого любопытного находится в их генах. А также мы проанализируем уровень угрозы, которая из них исходит, потому что на данный момент у нас будет существовать полноценное племя, состоящее из этих самых ребят. И это будет враждебное племя, с которым никогда и никак нельзя помириться. Поэтому гореть мы будем все очень и очень хорошо. С места в карьер у нас первым и самым интересным геном является файер спил. И как бы, может сказать, изрегание огня, но спил можно перевести как бревотню, что у нас в концепции Рим Ворлда происходит достаточно часто. Но пусть будет изрегание огня. Естественно, этот ген влияет на базовую структуру, существующую у нас для настроения всех билдов, на метаболизм и на сложность, запутанность всех этих генов. Сложность у него всего лишь плюс один, а вот эффективность по метаболизму идет на минус два. Он достаточно сильно теряет в метаболизме за этот перк. Стоит ли он того? Я сам все это еще не видел, у меня у самого еще нет представления об этом. Но судя по всему, это прям огненное дыхание все-таки, потому что оно с преатаками... Ооо... Не, ну звучит как бревотня, звучит как будто бы он бреванул. Естественно, все, что попало туда, оно поджигается и горит. Важно заметить другое, что у нее есть КД в целых пять дней. Эээ, тут я сомневаюсь, что это будет очень полезно для игрока, но возможно, если персонажи противников умеют этим пользоваться, это будет настоящий ад для игрока. Потому что приходить к себе импиды будут полностью заряженными всем составом. Это страшно. Попробуем применить это на каких-нибудь условных пиратов. Вот они наши пираты, расставлены они таким образом, чтобы они никуда не убежали в это время, чтобы они не пытались занять какие-то укрытия, потому что укрытия у них уже есть. Игорь убежал. Ну и фиг с тобой, Игорь. И получается того, что мы целились в Игоре, у нас оно все неправильно сработало. Ну давай перезарядим. И вместо Игоря поставим кого-нибудь более склонного к сотрудничеству. Я к Дэсуну через режим разработчика, это было вот целенаправленно. И что мы наблюдаем? То есть у нас проходит урон от попадания, судя по всему, десяточка засчитывается. В журнале это считается как взрыв. И после, естественно, персонажи начинают гореть. Они не сразу понимают, что они начинают гореть. Некоторое время они стоят, тупят. И только потом начинают бегать и пытаться потушиться. Тушатся достаточно быстро, но в принципе и при определенных удачных обстоятельствах можно достаточно надолго замедлить противника. Вынуждая их тратить время на то, чтобы потушиться. Ну и да, не забывайте, если у вас рядом есть водоемы, они будут бежать тушиться в водоемы. И будет это у них получаться вполне себе успешно. Учитывая КДФ 5 дней, выглядит это неинтересно. Я бы даже сказал ужасно. Но пока мы ненадолго отошли от темы, я хочу тебе показать страшную вещь. Я когда тут делал эксперименты, у меня случился тоже некоторый неудачный генетический эксперимент. Захотел подменить гены у существующих свинок. В итоге, судя по всему, они импиды. Но к ним приплюсовались все остальные гены и вытащить через редактор персонажей из них у меня их не получилось. Поэтому у меня теперь каждый выпуск будут приплюсовываться сюда все остальные гены. И мы в итоге получим невероятное какое-то существо, которое будет вселять ужас в сердца всех тех, кто еще не тестировал новые DLC. Идем дальше. Слабый иммунитет. В противовес уже упомянутым ранним ручкам, эти ребята имеют пониженную скорость выработки иммунитета. И для них может быть реальной проблемой заболеть хоть какую-либо болезнью в самом начале игры. Но при этом, как бы слабый иммунитет, он позволяет компенсировать метаболизм от блевотни огненно. Стоит ли это того? Я не уверен, что это того стоит. Этот ген можно будет из них изъять и использовать в дальнейшем, чтобы сформировать свой билд в условиях, когда у тебя идеальная медицина и низкий иммунитет не является для тебя проблемой. В то же время, это породит тебе несколько сложностей. Если ты возьмешь в плен импидов, и кто-то из них получит заражение, шанс его выживания при не очень качественной медицине, не очень хороших комнатах, что скорее всего у тебя и будет, но очень сильно сокращается. Они как бы могут не выжить, если ты вовремя не обработаешь их раны после сражения. Получается такая очень гадкая смесь, что эти ребята будут приходить, устраивать пепелище из твоей базы, и еще и никто из них не будет выживать из-за заражения и низкого иммунитета. И вот заметьте, специально выбрали, сделали из них самое агрессивное племя. Пахнет жареным. Идем дальше. Пониженная скорость заживления ран. Но опять же, вот та же самая история. Для рейдеров, для персонажей, которые раз приходят и тут же умирают, это не проблема. Это позволяет забалансить все остальные их статы. А для тебя, как для игрока, импиды будут ну просто невыносимыми, ребята. Они будут валяться очень долго. Гербовать их будет очень сложно. Выживать они будут от слова никак. Я даже не знаю, как можно применить этот ген. Только если ты сделаешь каких-то персонажей пацифистов с этим геном, вытащишь ген из импидов, вставишь его в твоих будущих пацифистов, чтобы освободить метаболизм. Но тоже всякие бывают ситуации. Они могут все равно получать какие-то производственные травмы. Не самая полезная штука, но в теории под билд может пригодиться. Встроенная черта бегун. Прикольно. Как минимум прикольно. Но прости, пожалуйста, метаболизм минус 5 за прирост скорости в 0.4. А стоит ли это того? Не очень уверен в этом моменте, но в принципе из них его можно изъять. Если в твоем билде дофигище всего освобождено за счет негативных черт, то этот ген в принципе вполне сгодится для персонажей, которые сражаются через дальний бой. А по своему как бы лору, по своей концепции, импиды это как раз те ребята, которые сражаются через дальний бой. Да, кстати, опять же. Воспринимая их в качестве рейдеров, от них еще хер побегаешь. Кайтить их будет невозможно. Их нужно будет встречать в лоб, в лоб. Сбежать от них будет нельзя. Они себя могут поджечь. И потом опять же не останется среди них практически никаких выживших. Неслини и переживут правила 33-66, то они сдохнут от заражения. Следующая черта. Пессимист. В целом никаких проблем от этого не должно быть. Сколько у нас пессимист нынче накидывает в настроение? Минус 6. Это не большая беда объективно. Это не самая большая проблема. При этом он освобождает 3 единицы метаболизма. Этот ген годится для извлекания и для применения в твоих дальнейших билдах. Он может позволить тебе при хорошо организованной колонии, с системой наркотиков, с системой приготовления вкусной еды и различными другими бафами создать очень интересный билд. То есть вот эту штуку извлечь из него имеет смысл. Но я тебе напоминаю, когда ты запихиваешь своего персонажа в экстрактор, он извлекает один случайный ген. А здесь этих генов немало. Объективно немало. Если случай со свинками это было достаточно просто, шансы были приличные, здесь ты можешь вытащить что угодно кроме этого гена. И в итоге потратишь много времени впустую, а повторное извлечение генов произойдет только дней через 14-20. Но опять же тебе нужен импид, живой импид, который пережил нападение, пережил заражение и выздоровел каким-то чудом у тебя в лозоре. Ох, это будет сложно. Ребята при этом еще боятся холода. Минимальная комфортная температура плюс 5. А у обычного человека какая минимальная комфортная температура? В базовом значении 16 градусов. Звучит немного странно, но видимо это распространяется не только на персонажа с одеждой и без одежды. То есть без одежды, вот у меня мой персонаж был не оба 16 градусов, минимальной комфортной температуры. У них вроде как плюс 5, то есть это по идее ниже. А, все, понял, она добавляет еще плюс 5 к базовому значению. И все это потом стакается вместе с остальными элементами одежды и снаряжения. Но получается это вообще не проблема, то есть гены, которые отвечают за температуру, в отрицательной форме вполне себе перевариваемы. Причем, обращая твое внимание, что технически ты можешь играть, и скорее всего за импидов и им подобных персонажей с подобными генами, ты будешь играть в жарком климате, в кустарниковой степи и в пустынях. Это будет глупо идти с ними на ледник. Но если ты подобрал под них правильный температурный режим, за счет правильно выбранного биома, это считает бесплатные очки метаболизма. Тот ген, который действительно будет полезно извлечь из импидов. Повышенная толерантность к теплу. Повышенная переносимость тепла. Две единицы метаболизма за плюс 20 к температурному режиму. Но играя в пустынях, это будет полезно. Но во всех остальных смыслах, а какой смысл? Скорее всего в их случае будет меняться и структура понятия сон на жаре, сон на холоде. То есть для одних и тех же персонажей, если у нас за базовые значения, минимальной комфортной температуры, персонажа без одежды воспринимается этот дебаф, если ты ушел за него, у тебя появляется данный дебаф в настроении. То есть ниже 16 градусов мы ушли, для обычного человека ему это капает в настроение. Выше 26 градусов ушли в температуре, тоже капнет в настроение. Ну что ж, надо быстренько это проверить. Удобным кстати стал режим разработчика, тут и горячие клавиши появились, и теперь помещение можно создавать вот таким вот образом. Блин, прикольно, но это так, off-top. Берем, делаем клона одного из импидов и убираем у него гены, отвечающие за температуру. Получаем двух идентичных импидов, только один имеет эффекты от температуры, другой их не имеет. Отправляем их поспать вот сюда, сейчас все настроим и посмотрим, как это работает. Тоже еще один полезный инструмент, чекать температуру, сделай про него шорт. Горячая клавиша alt, наводим на любые помещения, они, во-первых, показывают нам красоту окружения, что там где находится, и всю необходимую информацию, что конкретно здесь температура 18, снаружи 17. Разница небольшая, но мы вышли за 16 единиц, которые являются нормой для обычного персонажа, для человека, и то, что не является нормой для импида. Трейты, которые у нас формируются на строении, они появляются независимо от того, что надет на персонажа. Если он там хоть завернут супер гипер пуховик на минус 100, то он, если поспит на условно более низкой температуре, чем его нормально, он будет шаловаться, что он спал на холоде. Сейчас узнаем, будет ли такой эффект у импидов, хотя, в общем-то, он не имеет особо никакого значения, но мы же экспериментаторы, мы пытаемся докопаться до сути. И вот у нас прошло половину времени на сон, и у них не появилось дебафов за сон на холоде. То, что они спят на земле, что спальня плохая появился дебаф, а холод нет. Интересно. Может быть, нам нужно опустить температуру еще ниже, прям вот до каких-нибудь 17 единиц. Что при этом произойдет? Тоже как бы, ну, ничего. Как будто бы этот эффект, он так же, как одежда, стакается, и все равно базовое значение 16 градусов, и только если мы перевалим это значение, что-то будет происходить. Давайте скинем сразу до минус 10, чтобы было ощутимо. Тогда у нас точно должен появиться дебаф в сон на холоде. И вот опять парадокс, то есть, и тот, и другой получил дебаф с пола на холоде. Все, он уже есть. Хотя у нас тут внутри помещения 7 градусов, до 4,6 оно не опускалось, но оно явно опустилось ниже комфортной температуры того импида, который имел страх холода. Еще раз перечитал все правила действия этого дебафа, меньше 16 градусов он появляется. Больше 26 он тоже появляется только уже через жару. Пусть я сказать олажа, но давайте прикинем ситуацию, что у нас все-таки в помещении жара. С холодом почему-то получилось к этому важу. То есть до 46 у него базовая комфортная температура должна быть. Если это все работает, если оно не работает, то тогда они после 26 оба получат дебаф, что не спали на жаре. Поставим 30. Но не промахнемся же. И да, у первого у нас появился дебаф сон на жаре. Но он появился и у второго, который должен как бы нормально переносить всю эту жару, потому что у него комфортная температура 46. Но как бы... Эй, так сойдем. Судя по всему, эти бонусы, они также не влияют на дебафы сна на холоде, сна на жаре. Они с ними никак не взаимосвязаны. Как был диапазон от 16 до 26 градусов, чтобы у тебя персонаж хорошо спал, так он и остался. Бонусы влияют, как будто бы вы носите одежду сверху. Обидненько. Тогда оно вообще теряет какой-либо смысл. Всегда же можно комфортную температуру подогнать. Для чего вот это? Для раннего выживания в каких-то ультра высоких температурах? Сомневаюсь. С другой стороны, если ты хочешь построить себе билд персонажей, которые будут жить в какой-то экстремальной температуре, а все остальные будут погибать, как только в нее входят, да, это сработает. Но я тебе напоминаю, что для того, чтобы ты получил весь экспириенс, разработчики завезли нам и вот этих вот чудесных ребят-бесов, которые переживают более высокие температуры легче, и также завезли нам кашкодевочек, которые наоборот спокойно переносят низкие температуры. На тебя все равно найдется управа, не переживай. В крайнем случае, если не смогут ни те, ни другие, к тебе в гости будут ходить механоиды. Следующий любопытный ген у нас это устойчивость к огню. Опять же, минус 2 метаболизм, единица сложности, но эффект интересный. Шанс, что твой персонаж загорится, уменьшается в 10 раз. При этом, если он все-таки загорится, огнем ему урон будет нанесен всего лишь четвертичный. Перед этим глянем в статы, там есть защита персонажа от огня, тепловое 14%, то есть защита именно какой-либо брони, она в общем-то отсутствует. Вопрос в том, с каким шансом они воспламенятся, сколько они урона получат от этого воспламенения. Для сравнения, нужно видимо поставить несколько персонажей, которые не будут иметь никаких шансов на защиту от урона огнем. Ну и жмякаем по ним огоньком. Ну, вообще, это впечатляет. То есть у нас воспламенилось всего трое. Ну, конечно, нифига не 10%. А ребята, которые не являются импидами, загорелись все. При этом, скорее всего, даже загорелась земля под ним, потому что урона ни у кого из импидов от огня не получилось. Ну-ка, может еще раз жмякнем? Во, в этот раз был, но... Ааа, я же отключил урон. Господи, думаю, что не так? Контрольный тест. Вот. Что-то они очень скромный урон получают от взрыва, то есть тут буквально по единичке влетает. Три. Ну да, действительно, понижение урона от огня, оно идет. Загораться они не загораются. Еще разок. Выглядит очень приятно, если вы пытаетесь играть через какие-нибудь огненные приколюхи, и очень грустно будет гусеницам с инфернопушками, которые пришли вас рейдить. Они вообще ничего сделать вам не смогут. Получается, устойчивость-то она оказывается у нас мощненькая, она имба в определенной степени. Особенно если вы сами пользуетесь огнем, то есть можно врага закидывать и коктейлями молотова, и шмалять из брони феникса, и делать термальный киллбокс, и самому сражаться прямо из этого термального киллбокса. Это может быть интересным. То есть ген-то крутой. Импиды сами по себе херня, а ген крутой. Следующий ген, который нас интересует, это пониженный урон в ближнем бою. Они, получается, у нас не годятся для ближнего боя, и в теории с ними и нужно-то сражаться в ближнем бою. Но учитывая, что они там блюют огнем, это как-то немножко страшновато. Проблемные ребята, в общем, получаются. Давайте посмотрим, что у нас по урону. Правый персонаж, если что, у нас не имеет гена, отвечающего за пониженный урон. Левый, естественно, имеет. Левый еще промахивается, умудряется, но прям наглядно видно, что он носит намного меньше урона. Значит, в ближнем бою они крайне неэффективные ребята. Еще бы это нам что-то давало, потому что сближаться с ними из-за их огнедышащих способностей совершенно не хочется. Естественно, сам по себе этот ген, хоть и кажется интересным решением, если ты планируешь делать стрелков, или, допустим, создавать поселение, в котором ни у кого нет проблем с социальными драками, может быть, в общем-то, и полезен. Более того, ты можешь держать какого-нибудь персонажа, который занимается успокоением всяких буйных товарищей, или аккуратным неубиванием убегающих противников, чтобы их пленить. В этом вопросе ген может даже пригодиться. Но его бонус к метаболизму, за то, что он существует всего одна единица, такое себе на любителя. Следующие гены косметические. Отсутствие бороды. Они всегда гладко выбритые, солидно выглядят, все с ними хорошо и замечательно. Рожки, естественно, само собой. Какие импиды без рогов. Следующие два момента. Это гены, которые находятся персонально у каждого конкретного персонажа. Они миксуются вот в этих допустимых значениях. То есть импид может быть как оранжевый, так и красный, так и бежевенький. Ну и цвета волос у них вот такой вот. Мы этого здесь не видим, потому что они у меня спаунились с тюрбанами. Ну это в общем-то не имеет никакого значения. Осталось самое интересное. Что будет, если нас сейчас внезапно зарейдит большущий-большущий рейд, состоящий строго из импидов? В каком составе они придут? Какое они с собой возьмут оружие? Будут ли они плеваться в нас огнем? Что-то как-то скромно. 61 человек. Тут, кстати, еще веселуха. У них на вооружении есть флеймбол. Новиночка. Сейчас тоже ее затестируем, раз уж мы импидов трогаем. Это лук, который стреляет огненными стрелами. Как будто бы нам мало того, что не плюются. Но решили дополнить, укомплектовать их по полной. И это вот рейд на 10 тысяч очков. Значит, все-таки игра компенсирует количество этих племенных ребят из-за того, что не плюются огнем. Потому что, если я сейчас заспауню рейд обычной фракции, которая просто является племенем, тоже на 10 тысяч очков, их, прости, пожалуйста, придет 166. Либо я какую-то не ту кнопочку нажал, но нужно повторить. Надо тыкнуть еще разок. Может, я и правда где-то долбился в глаза. А вот, нормально. Видимо, я не ту кнопку нажал. В этот раз импидов пришло тоже примерно сотня. Какие же они страшные. Все-таки такой толпой прям ужас вселяют. И надо им как-то немножко накинуть того, что они могли бы у нас сломать или поджечь. Воспользуясь еще раз этим чудесным инструментом по созданию комнат. Думаю, это мне будет самое то. Здесь комнатку сделаем, чтобы им было где устроить погром. Интересно, будут ли они плеваться? Вот что самое интересное. Плюются или нет? Плюются или нет? И пока нет, просто ломают. Просто ломают стены. Все вместе, но ломают стены. Как будто бы они осаду делают. Но тут они столкнутся с моими импидами. Будут ли они в них плеваться? Нет. Нет. Слава богу. Слава богу. Слава богу. Они не плюются. Так, подожди. Я только что слышал бульканье. Кого-то, кто плюнул. А нет, они плюются. Габелла. Они будут плеваться. Но почему-то не все и не в каждой ситуации. То есть у них есть какой-то прописанный алгоритм, когда плеваться, а когда не плеваться. При этом по зданиям, ну по крайней мере по стенам, они не плюются. Значит, плевание применяется только к твоим персонажам. И то как-то очень специфически. Видимо, они выискивают момент, чтобы не поджечь свои жены. Вот они это сделали. Они подожгли своих соседей. Далеко не каждый из них это делает. И не в каждый момент времени. Они решили друг с другом не сражаться. Поэтому я им подсажу тут пиратов. Засады напавших. Посмотрим, как это будет выглядеть. И сразу, сразу, сразу по одиночным целям пошли плевки. Вообще, не дожидаясь момента. Много, много, много они плюются. Еще эти ребята очень часто будут спаунить вам скриптованный дождик. Который будет происходить от того, что рассказчику вас очень жалко. Это будет нормальное явление. Этому удивляться не стоит. Поджигать вашу базу с помощью такой штуки они не будут. Но вот если вы стоите в чем-то, что может загореться, или рядом с чем-то, что может загореться, в вас, как в персонажа, они обязательно плюнут. Ну вот, сто процентов. Не погрешат. Ну как можно пройти мимо такой прекрасной возможности заспаунить скриптованный дождь? Единственное, что я обещал сделать, но забыл, это показать, как работает огненный лук. Твою мать. Я думал, что он работает намного скромнее. Три из трех поджигает сразу место. А у него по какому принципу считается попадание? Как у гранатометов или все-таки нет? Нет, прямой урон. Урон маленький. Никаких скриптованных поджигает, не поджигает. Просто, видимо, вместе накидывается еще и урон огнем. А он вообще же не накинулся. Просто загорелся противник и все. То есть как таковой урон эта штука не наносит, а просто поджигает. Ну слушай, непосредственно для самой этой чудесной расы, такое пожарище не представляет никаких проблем. Зато враги разбегаются, дай боже. Прямого урона с этого очень мало, но ввести беспорядок в стан неприятеля эта штука очень даже и может. Давайте все шмальнем по одному противнику. Вот, попадание было, урона нету. После этого появляется горение. И уже горение наносит какой-то урон. В общем урон какой-то детский. Две единицы. Две единицы. Две единицы. Две единицы. Это что, урон что ли? Одна единица. А, ну, в таком контексте это, окей, неплохо. Ну и во что превращается ваше поле боя, естественно понятно. Если вдруг у вас при этом нет никаких средств тушения пожаров, а вы живете в каком-нибудь болоте, это как бы каждый раз обновление карты. Понятно, почему они не занимаются ни животноводством, ни растеневодством. Это становится логично. Ну и парочка далеко идущих выводов. Как я и сказал, эта раса, она очень бесполезная игроку. И она будет приносить своим существованиям очень много боли. Они будут на вас нападать. Они будут вас поджигать. Они будут вас догонять в любой ситуации. Им будет пофиг, они через этот пожар сами, не возгораясь, не воспламеняясь, доберутся до вас и еще раз подожгут. Бороться с ними в ближнем бою, как бы типа выход, но они плюются огнем. Все вокруг горит. Как ты к ним подойдешь? Только и с прыжками какими-нибудь, телепортациями. Это будет большая боль в твоей заднице. Поэтому если у тебя есть возможность уничтожить племя импидов, сделай это. Не пожалеешь. Самому играть за импидов, это будет прям настоящая боль. У них много проблемных черт. Много бесполезных для длительной игры черт. А все это компенсируется, но тем, чем ты вообще-то не можешь воспользоваться, тем, чем может воспользоваться противник, используя их как рейдеров, а не ты. Но изъять ты при этом из них можешь много чего интересного. Ты можешь и бегуна извлечь, но прости, минус 5 метаболизма, это больно. Ты можешь извлечь из него всякие мелкие вот эти вот черты на температуру, на настроение, на иммунитет, на ближний бой. И перераспределить себе как-то интересно билд. То же самое ухудшенное растеневодство с животноводством вообще не проблема. Особенно если ты делаешь воина к себе как ракенца, умеет он пахать грядки и ухаживать за коровой или нет. При этом из реально интересных перков, это естественно их защита от огня. Вот это реально интересная и крутая штука, которая может использоваться прям во многих интересных билдах. Особенно если ты любишь играть через термальные киллбоксы, или тебе просто нравится огонь и ты в душе пироман. Но как бы то ни было, на этом у меня сегодня все. Последний раз посмотрим на это исчадие ада, которое будет мутировать каждый следующий выпуск. Всем пока!